Впервые буду делать ролик не для людей в первую очередь, а для тупорылого дерьма, даже самому удивительно. Постараюсь коротко и по пунктам. Слушая то, что я говорю, одновременно на видео можно наблюдать, что то говно, которое пишет в комментариях «отписываюсь», на самом деле не подписаны вообще ни на кого. Это кремлебляди с пустыми аккаунтами. Не думаю, что такая защита нужна автору канала «Личное мнение» Вадиму, а я хотя бы забаню еще пару сотен тварей. И тут же возникает вопрос, а для чего этим ублюдкам играть роль обиженных подписчиков? Кто-то предложил версию, что это связано с тем, что Вадим Пропутинский и кремлеботы яростно защищают своего соратника. Не думаю, что это так и не верю, что он проплаченный. Больше похоже на то, что пригожинские тролли пользуются моментом, чтобы надавить на оппозиционные каналы и смутить незрелые умы недалеких зрителей. Мразота не дремлет. И уж если коснулся подписок и отписок, добавлю, ребята, да хоть жопу порвите себе на немецкий крест, я никогда не переживал за подписки и всегда об этом говорю открыто. У меня есть адекватные подписчики, которые понимают, о чем и для кого я говорю, и этого мне вполне достаточно. Что странно, многие из этих ублюдков обязательно отмечают, что они пришли от бытия. Видимо, веса добавляют своим высером. Не просто же так, а аж от бытия. Далее. Ни я, ни Бузатер не утверждали, что у автора канала «Личное мнение» не произошло что-то форс-мажорное. Драка, нападение или еще что-то. Еще раз пересмотрите, если мозгов, как у канарейки, из первого раза не видите и не слышите. Но не верю я, что все было именно так, как изложено. И не надо мне трындеть, что в Краснодаре прям вот такая уж жопа творится. Приезжайте в Самару и убедитесь, что тут ничем не лучше. Цапков, например, приводите. А у нас в Тольятти автомобили делают. Если вы не слышали, что такое тольяттинский криминал, почитайте прессу, много нового откройте для себя. В Краснодаре, кстати, живет и автор канала «Белая рысь», у него и подписчиков больше. И лицо он свое показывал не раз, и ничего не атакуют человека. Далее, по скорой и приемным покоям скажу. Как только поступает порезанный или постреленный, врачи сразу же звонят в полицию и милицию. Инструкции у них такие, хоть в Краснодаре, хоть в Самаре, хоть во Владивостоке. Вас еще зеленкой замазать не успеют, как менты уже приедут. И когда они приедут, у потерпевшего не будет шанса, как многие говорят, написать отказную, ибо в таких случаях дело заводят по факту совершенного правонарушения. Понимаете, умники? Вселенский срач продолжается. Все мы стали свидетелями душераздирающей истории, когда в темном сквере, израненной истекающей кровью, спасает свою жизнь российский известный блогер. Просто бомба российского интернета. Из последних сил, хватающиеся двумя пальцами за телефон, самое главное, успеть зафиксировать этот момент для своих подписчиков. Ребята, я тут двумя пальцами держу. Все для вас. Только чтобы вы знали, что со мной произошло. Сейчас, в течение 10 минут, я расскажу все в подробностях, кого встретил, кого увидел, как они меня стреляли, что я почувствовал. Ах! И так далее. Особенно меня, конечно, я думаю, как и всех пробило на улыбку вот это вот. «Найдешь мой телефон» и 3000 «Возьми! Я на тебя не в обиде!» И весь этот пафос в стиле индийского кино. Посмотрев это, я подумал, боже мой, что за люди живут в Краснодарском крае? Ну, какую фигню они там смотрят? На чем они там выросли? Кто их воспитывал? И главное, главное, сколько вокруг подобных, кто ведется на все это? И, естественно, я усомнился. Все-таки я считаю себя человеком, умным, образованным, и меня на такой фигне не проведешь. Эта история показала следующее. Ровно то, что говорят все эксперты и пишут в умных книгах, одна и та же история. 98% к сожалению это дураки или бараны. Я назову их в этой теме баранами. И только 2%, я надеюсь, вы, мои слушатели, сейчас относитесь вот к этим, как и я, к этим 2%, кто способны думать. На нас, на этих 2% всегда лежит ответственность. Ну, просто потому, что у нас есть мозги, у нас есть глаза, мы можем анализировать. Нам повезло, у нас была хорошая семья, мы получили хорошее образование. Мы читаем умные книги. И ответственность наша заключается в том, чтобы мы вот эти 98% подтягивали под себя. Чтобы мы из этого большого количества баранов могли кого-то еще одного вытащить, перетянуть на нашу сторону. И поэтому, конечно, ребята, на таких блоках, как я, никогда, наверное, не будет 2 и 3 миллионов, а всегда будет небольшое количество, но я все же продолжаю надеяться, умных, образованных людей. А большая часть, ну, вот, судя хотя бы по просмотрам этого самого душераздирающего видео, приблизительно полмиллиона, это те, которые тут же, только услышав эту историю, их развели на эмоции, что нужно делать, ага, что он говорит, донаты. А помочь нужно парню, он же там, ну, просто умирает в этом Краснодарском сквере. И человек добился того, чего он хотел. Он залез в ваш карман, я имею в виду в карман тех самых баранов, и они, конечно же, раскошелились. Когда я смотрю на подобное шоу, я прекрасно понимаю, буквально с самых первых минут, я понимаю, что цель всего этого, и съемки, так сказать, двумя оставшимися пальцами, и затем 43 минуты разговоров о том, где, в каком месте у него что, почему у него температура, какие антибиотики он принимает, что он почувствовал в этот момент, о чем он подумал. Я, как зритель смотрю и думаю, господи, зачем ты мне все это внушаешь? Ты что, первый, что ли, в которого шмаляли ли ты, первый, которого пырнули ли ты, первый, может быть, раз вообще попал в драку, что для тебя это такое какое-то вот... Особенно было интересно, что он их голыми руками вооруженных раскидал, вцепился в горло своему противнику, и все это время, когда он снимал на камеру, он ощущал его плоть у себя во рту. Просто народный театр, я же говорю, достойный Оскар. И вот, наблюдая все это, я с первых минут понимаю, чем все закончится. Я знаю, что в конце, в середине или где-то там, наконец-то, откроется пуанта всей этой истории. А пуанта самая обыкновенная, простая, банальная бабки, бабло, деньги. Все всегда заканчивается этим. Как только вам начинают давить на эмоции, как только вас разводят на какие-то чувства, ну просто не сомневайтесь, дело закончится простым предложением людей. Дайте денег. Очень сильно хочется жить хорошо, хочется съездить в отпуск, хочется вообще следующие месяцы ни о чем не париться, Ну а что, зря я, что ли, перед вами два года стоял и зачитывал ленту Эхо Москвы? Что это такое? Я достоин большего. Они считают, что если он каждый день выходит и, например, считывает новостную ленту или комментирует какое-то говно, происходящее не только в этой стране, но и по всему миру, он достоин каких-то особых условий. Он достоин того, чтобы ты, зритель, ему обязательно отстегнул на это его умение считывать с экрана монитора. Многие из них даже называют себя журналистами, например, ну для того, чтобы прибавить веса своим словам. Качество, конечно, отвратное, просто никакое. Часто эти люди даже выходят в нетрезвом состоянии, скажу я вам по секрету, но все равно, не имея ни качества, ни своего индивидуального стиля, не пытаясь даже создать что-то, ну, предоставить какую-то серьезную информацию, ну там как-то, не знаю, музыку подобрать, еще что-то, вообще не парясь по этому поводу, просто включая камеру, фиксируя свою физиономию, часто, кстати, очень неблагоприятную. Они считают, что этого уже достаточно для того, чтобы жить лучше, чем вы. Ну, конечно, он же блогер. Он же не просто сантехник из Краснодарского края или какой-нибудь там второсортный бухгалтер. Нет, в этот момент он становится блогером, а значит, чем-то особенным. Самый типичный пример, который мне приходит в голову, рассуждая обо всем этом, это, конечно же, ну просто мега-супер-талантливый разводила Вячеслав Мальцев. Человек, который никогда не хотел работать, который прилипал к телу всех возможных партий. Я делал о нем отдельный ролик. То есть он был и в ЛДПР, и в Единой России, и в Справедливой России, где только он не был. Цель одна-единственная – попасть в такое место, где благодаря каким-то разговорам можно на этом заработать. Он стал самым банальным образом зачитывать плохие новости с новостной ленты. Ну а походу вместе с другим своим другом-авантюристом Эдуардом Бабаджаняном придумали историю 5-го, 11-го, 17-го. Давайте назначим дату какой-то революции и будем рассказывать им о светлом будущем, которое настанет, когда случится эта дата. И большое количество баранов, конечно же, повелись на это. И к чему сводилась вся эта зачитка новостной ленты только к одному – раскошеливайтесь, друзья, революция стоит денег. Вы же хотите светлого будущего? Или другой вариант – вам что, жалко по рублю сброситься, что ли, а? Или я тут перед вами 2 часа сижу, что бесплатно, что ли, ребята? Ну и так далее. А цель всегда только одна – залезть в карман барану. Развести его, ну хоть на сколько, на десяточку, на сотенку, сколько бы не дал, самое главное, чтобы этих баранов было много. В результате 5-го, 11-го, 17-го отдельная кучка самых упоротых баранов вышли на площадь и, конечно же, замели менты. Многие получили реальные уголовные сроки. Ну а умник Вячеслав Мальцев, в этом месте я ему просто аплодирую, молодец, он в этот момент находился на диване во Франции, на диване своего друга-миллионера. Я сейчас отвечаю за свои слова, потому что этот самый друг-миллионер сейчас находится в информационном пространстве и активно рассказывает детали всей этой душераздирающей истории. Итак, он, сидя на диване, руководил вот этими самыми баранами по телефону. Естественно, он даже участвовать во всей этой истории не собирался. Его цель была, как многие догадались, легкое обогащение за счет халявных денег. А потом в этой крысиной норке вот эти самые окружающие и тоже желающие получить кусочек от большого пирога, они между собой начали грызться. И сейчас каждый в отдельности выходит, все они стали блогерами, все они продолжают все те же идеи, и все они рассказывают, насколько же нагрел Вячеслав Мальцев своих российских баранов. Сумма озвучивается больше полтора миллиона евро. Больше потому, что они делали разные акции, то собирали на адвокатов, которые якобы вызволят этих баранов, там отдельные 100 тысяч собрали, то собирали еще на какие-то акции, то на рифкоины, то на биткоины, которые тоже начнут финансировать революцию. Но одна цифра точно мелькает в устах этих бывших соратников Мальцева. Полтора миллиона евро. Нехило, правда же? Он купил виллу на юге Франции, где и сейчас проживает со своей молодой женой. Недавно у него родилась дочь. Никого туда не приглашает и скрывает свое местонахождение. Почему? Ну, потому что, наверное, он понял, что его могут найти, если не закопать живым, то, по крайней мере, призвать к ответу, может быть, даже к уголовной ответственности. Такая вот история. Но поражает количество баранов, желающих просто отдать деньги, если их попросили. Вот так просто. Помогите душераздирающим, русским воплям, рутники, братики, сестренки, помогите. Все это всегда сводится только к этому. И как раз таки я тот человек, который, мне кажется, в единственном числе, я не знаю, есть ли еще такие упорные, как я, но мне кажется, я один, кто выступаю категорично против этого. И когда ко мне обращается много людей с предложениями «Осветите ситуацию вокруг личного мнения Вадима, как его там», то что, ребята, вы в этот момент от меня ожидаете? Неужели вы думаете, что я, видя эту ситуацию, изначально, с первого его слова, с первого его шага, я понимаю, чем закончится. Рутники, помогите деньгами. Неужели вы думаете, что я мог как-то по-другому на это отреагировать и по-другому это откомментировать? Нет. Другого быть не могло. Усомнился не только я один. Усомнились многие другие. У некоторых даже хватило яиц это прокомментировать. И я показал этих людей в своем предыдущем ролике. Но нас, конечно, буквально единицы. Остальные боятся пойти против вот этой волны сердобольности. Волны, так сказать, народного гнева. Вы что, какого-то там чувака где-то там в сквере по непонятной никому причине, отмутузили и даже не очень-то сильно. Его могли избить по причине. Он, может быть, трахнул чью-то бабу, как мне написали в комментариях. Он мог задолжать кому-то деньги. С ним могло произойти вообще все, что угодно. Но он представляет это, что он жертва режима. Это менты пришли его уничтожить. Это так воняет бабчинской историей. Ну, просто ужас. Когда никчемный человечек, не представляющий вообще никакой угрозы никому. И человек точно так же, как Мальцев, о чем я и говорю, купивший себе камеру и изо дня в день, он просто предварительно перед этим заходит тупо на сайт Эхо Москвы, читает блоги профессиональных журналистов, умеющих писать, умеющих излагать свои мысли. И вот этот сантехник, плохо образованный, близко к тексту, рассказывает то, что он прочитал. Об этом множество раз говорилось. И это не вызывает лично у меня ни малейшего сомнения. Так оно и есть. Выдает он это за свое личное мнение. Бог с ним пусть. Это его дело. Он всегда найдет какую-то кучку людей того же уровня образования, как в этом смысле к нему ни малейших претензий. Другое дело, когда он начинает себя выдавать за что-то особенное, когда мне хотят сказать, что Вадим Хатиненко, зачитывающий ленту с Эхо Москвы, представляет какую-то угрозу режиму, его пришли специально убивать. Вы что, ребята, рассчитывали, что я это схаваю? Я понимаю, что никто этим Вадимом не интересуется вообще от слова совсем. Но если бы режим хотел его убрать, есть десятки вариантов его убрать. Достаточно идиотских законов в России для того, чтобы закрыть человека. И те недовольные, кто вчера облегчались в ленте моего канала, вы, наверное, ожидали, чтобы я сказал «Да, разгул режима, просто конец». Посмотрите, от блогеров избавляются. Ах, какой ужас! Давайте я даже его кошельки у себя на канале размещу для того, чтобы он в Москву смог поехать и с зеленкой свои синяки помазать. Тут, понимаете ли, в Краснодарском крае нет такого, а в Москве – да. Господа, как бы там ни было, вас все равно развели. Просто тупо развели на бабки. И я это понимаю. И моя позиция такая же, какая и была. Что бы ни произошло с Вадимом Хатиненко, а это могла быть обыкновенная бытовуха, он представил это как охоту на блогера, якобы очень опасного. Тысячи, тысячи комментариев в моей ленте людей адекватных, кто делился своими историями, точно так же усомнились. Написали люди с медицинским образованием, которые оценили эти раны, которые оценили то, что они видели, которые рассказывали свои личные истории, кто на самом деле получал ножевые ранения, как они себя чувствовали, как они падали, как они теряли сознание, как они не могли вспомнить, что произошло. Кто-то, работающий в больнице, сказал, что при ранении печени не сдают никакие анализы на аллергены. Кто-то написал о том, что не могли с такими ранениями вообще выпустить из больницы, что что-то в этой истории не так. Кто-то, у кого был контакт с милицией, точно так же повторили, что обычно в такой истории первое, что происходит, вызывают полицию, пишут заявление и так далее, где бы они ни находились. Одним словом, вы, дорогие подписчики, написали десятки интереснейших историй. И вы точно так же, как и я, усомнились в том, что то, что мы видим, соответствует вашему и моему опыту. И в данной ситуации здравый смысл и наш опыт говорит нам, что в этой истории что-то не так. И поэтому я имел полное право в этом усомниться. И так как я имею блог и какую-то площадку, я эти свои сомнения высказал. Просто в моем случае разница в том, что другие блогеры лишь усомнились в правдивости того, что говорит Вадим. А я добавил это тем, что я вижу цель этого. И я понимаю, что цель всех подобных театральных действий залезть в карман подписчика. Тех людей, которых я назвал баранами, я объясню, почему они бараны. Один из них написал мне вчера приблизительно следующее сообщение. Даже если меня обманули, мне все равно. Пускай воспользуется моими деньгами, да пусть хоть даже отдыхать съездит. Я готов ему, если что, еще задонатить. Вот человек с такой позиции самый настоящий российский баран. Почему? Потому что никогда подобное мнение вы не встретите ни в одной стране мира. Я даже сомневаюсь, что вы где-нибудь в Монголии что-то подобное найдете. Ну, понимаете, это если перевести на нормальный человеческий язык, звучит так. Я дурачок, меня как дурачка развели, но я рад оставаться дурачком, и в случае чего я не буду учиться на своих ошибках, а я и в следующий раз с удовольствием выступлю в роли дурачка. И эти отчаянные, просто агрессивные дураки отстаивают свою позицию. Она звучит именно так. Не лезь со своим мнением, не рассказывай мне, что меня разводят. Я где-то догадываюсь, что меня разводят, но я согласен с этим, я готов. Ведь меня все разводят. Ведь меня разводят по телевидению, меня разводит мое правительство, меня разводит мой начальник, меня даже разводит моя жена. Вообще все вокруг меня разводят. Почему блогер тоже не должен быть одним из этих разводил? А я выступаю за то, чтобы это прекратилось, чтобы у людей включились мозги, чтобы они поняли, что когда вам какой-то человек, какая-то говорящая голова с экрана вашего монитора или компьютера начинает внушать вам мысль, что вы обязаны его финансировать, это неправда. Эти механизмы применяют люди испокон века. Особенно можно наблюдать это, например, в религиозных сектах, когда харизматичный человек захватывает ваше внимание, в какой-то момент он понимает, что вы полностью находитесь в его зависимости, и он начинает из вас выуживать. Деньги, квартиры и так далее. Это давно изученный механизм. Но кто сказал, что это должно быть так? Представьте себе, что на каждом месте каждый человек, выполняющий какую-то работу, будет рассуждать точно так же. Каждый врач, принимающий пациентов, посчитает, а что, если я помимо зарплаты начну с каждого собирать по сотне или по тысяче рублей? Почему бы нет? В том-то и проблема, что в России все так рассуждают, и никого это не напрягает. Удивительно, что люди, когда они слышат подобную информацию, что какой-то мошенник смог нагреть тысячи людей на деньги, купить себе виллу во Франции, и вас это не оскорбляет, не унижает. Это значит, что у вас нет достоинства. Ребята, это значит, что вы готовы финансировать любого мошенника, способного залезть в ваш карман. Это должно рано или поздно прекратиться. Я по-прежнему остаюсь в надежде, что таких, как я, будет больше, что появятся люди, которые точно так же будут говорить. Хватит. Хватит вытаскивать деньги из населения. Как вы можете только что, две минуты тому назад, рассказывать о несчастном, угнетенном населении, о людях, которые получают восемь, десять тысяч, и вынуждены на эти деньги существовать и тут же через пять минут заявлять «помогите мне». Ну, как это может быть? Почему никто не готов бороться за идею? Почему девять блогеров из десяти переживают исключительно за свою задницу? И никого это не напрягает? Я вижу, что людьми попытались воспользоваться, и им это удалось. Почти полмиллиона человек удалось развести на эмоции, и в одно мгновение Вадим личное мнение обогатился достаточно для того, чтобы в течение следующего года или, может быть, еще большего времени вообще не париться ни по какому поводу. А дальше он опять выйдет и будет засчитывать вам сообщения с новостной ленты «Эхо Москвы». Просто неописуемый вклад в борьбу с путинским режимом. Несколько слов барину. Вряд ли он является моим зрителем, но, может быть, кто-то перешлет ему это видео или до него дойдет эта информация. Я видел, как его развели на эмоции, и он в своем ролике пытается расставить все точки над «и», беспрерывно уничтожая этих десятков отписавшихся. Может быть, мой совет барин тебе поможет. По крайней мере, я живу давно спокойно в этом смысле. В настройках на твоем канале есть фильтр. Занеси в этот фильтр слова, которые тебя раздражают. Ну, у меня там большинство матершины, и отписался, отпишусь, отписывайтесь, а отписывайтесь, в смысле через «а». Нужно понимать, что очень многие, кто хочет сообщить о своем следующем действии, как правило, безграмотны. Можешь внести туда дизлайк, диз, если тебя это тоже раздражает, и будешь жить спокойно. То есть, в твоей новостной ленте этих сообщений не будет. Ни ты их не будешь видеть, никто другой их не будет видеть. Затем заходишь в папку «Спам», помечаешь все галочкой, в моем случае это делает модератор, я вообще к этому никакого отношения не имею, и все эти десятки сообщений спокойно улетают в мусорную корзину. Будешь жить спокойно. Понятное дело, что отдельные идиоты, те, кто хотят уйти с канала, должны обязательно в этот момент громко хлопнуть дверью. Они считают, что если они написали слово «отписываюсь», то этим самым они отхлестали блогера по щекам. Когда они подписываются, странное дело, они не сообщают об этом. Ну, иногда, если ты следишь за лентой, то ты должен видеть, что это, как правило, несколько сотен человек в день. Но два-три идиота в день обязательно хотят сообщить, что они отписываются. Реагировать на них не обязательно, то есть их можно просто не замечать. Вот это мой такой добрый тебе совет. Теперь тем, кто думает, что этим самым сообщением вы ведете меня в состояние комы, я не буду спать всю ночь, у меня начнется зубная боль, и я отдельно на листочек выпишу ваши имена. Затем налью себе рюмку водки, сжигая этот список, буду поливать пепел своими слезами. Для вот этих особенных. Друзья, доход канал получает не от количества подписчиков. Упс, такая вот информация. Канал получает доход от количества просмотров. Если люди только начинают заниматься ютуб-каналом, они могут эту информацию не знать. Некоторые действительно переживают о том, сколько людей подписалось, сколько отписалось. Вам, друзья мои, точно так же хороший совет. Не реагируйте на это. Есть каналы, которые имеют 20 тысяч подписчиков, но у них очень хороший заработок, потому что каждое их видео, например, выходит один раз в месяц, оно очень качественно собирает большое количество просмотров. Эти могут иметь больше, чем вы, которые сидят с 200 тысячами подписчиков. Это я понял на своем собственном канале. У меня сейчас 156 тысяч, а зарабатываю я сейчас где-то в три раза меньше, чем когда у меня было 50 тысяч. Сейчас вообще в целом блогеры жалуются на то, что количество просмотров падает. Я думаю, что это тонкая политика самого YouTube, но это отдельный разговор, самое главное факт. Когда я имел 50 тысяч подписчиков, я зарабатывал ну минимум в два раза больше на этом канале. И я понял почему. Тогда у меня было больше времени, и я фактически каждый день выпускал отдельный ролик. Сейчас у меня времени меньше, я выпускаю ролик редко каждый день, часто через два или через три дня, и соответственно, да, подписчиков у меня увеличилось, но доход от канала упал, потому что упали просмотры. Те люди, кто осознанно выбрали мой канал, то есть они хотят находиться на этом канале, им интересно мое мнение, они хотят следить за моим творчеством, эти люди ставят лайк и пишут комментарий. Вот именно этим, друзья, вы помогаете каналу. Я знаю свое место, я понимаю, что я как блогер ничего особенного не произвожу, я понимаю, что я нахожусь в информационном пространстве, созданном тысячами других людей, я пользуюсь чьими-то статьями, чьими-то фотографиями, я выставляю музыку, которую кто-то написал, и так каждый из нас. И моя вот эта скромная работа все равно оценивается ютюб, и это соответствует тому вкладу, который я вношу. Это для тех блогеров, кто не успевшие вылупиться, не успевшие получить образование, только что усевшиеся перед камерами и представляющие, что они что-то особенное. Вот этот мой месседж для вас. Ребята, вы что, дома строите? Вы что, особенные картины пишете? Скульптуры создаете? Может быть вы какую-то теплицу создали и накормили полгорода своими продуктами? Что особенного вы производите? Или мы, я в том числе, что? Какой вклад наш во всю эту историю минимальный? И даже этот минимальный вклад оценивается ютуб. Если у вас смещены мозги, и вы возомнили себя звездой, или вы считаете, что вашим волшебным мнением вы можете сдвинуть горы, сознание миллионов людей, вы либо глубоко ошибаетесь, либо вы полный идиот. Есть такая отдельная категория людей, которые, видя себя на экране, уже считают себя звездой. Ну, а теперь, конечно же, извинения обещаны. Я извиняюсь перед своими подписчиками. У меня, надеюсь, все-таки есть какое-то, как я его называю, такое стабильное ядро образованных интеллигентных людей. Я извиняюсь за то, что два дня я потерял на то, чтобы комментировать вот эту недостойную никакого внимания историю. Я извиняюсь за эмоции, которые сейчас присутствовали в этом ролике, потому что это то, к чему вы, скорее всего, на этом канале не привыкли. У меня были заготовлены интересные темы, с которыми я хотел бы поделиться. Например, сериал «Чернобыль» это то, о чем я хотел поговорить в ближайшее время. Мне хотелось поговорить о качестве жизни. Мне все по-прежнему хочется реанимировать свою тему Азош, особенности западного образа жизни. Одним словом, у меня есть много тем, над которыми я хотел бы поработать. И вот эта история меня на два дня вырвала из моего графика. За это я извиняюсь перед вами, обещаю исправиться, обещаю в следующий раз все-таки лучше фильтровать информацию и стараться вообще никак, никаким образом к подобной когорте прикасаться, потому что это чревато. Это чревато не просто вот этим вселенским срачам, которые я сейчас наблюдаю на своем канале, но и самым главным потерей драгоценного времени. За это я сердечно извиняюсь. Что касается Вадима личного мнения, никаких извинений не будет, да и не может быть никаких извинений, потому что он получил то, что он хотел, он действительно хорошо заработает на баранах, уверен, что через какое-то время еще раз присосется к той же самой сиське, так как это делает человека зависимым. И неважно, будет это ли шоу с ранениями, кто-то надрежет себе животик, кто-то ударит сам головой об стену. Как говорится, у разных людей фантазия работает по-разному, но всегда во всех подобных историях цель будет одна – добраться до вашего кошелька. Поэтому в этом смысле извинений не дождетесь. Умным людям ничего объяснять дополнительно не нужно, дуракам объяснять бесполезно все равно не поймут. На этом все. И спасибо за поддержку каналу. В моем случае это только лайк или дизлайк. Ваше дело. Комментарий, если он будет, спасибо, если нет, ничего страшного. Хорошего всем дня. Пока.